Сергей, здравствуйте! Я знаю, что вы коренной петербуржец и вы нам чуть-чуть бы могли бы рассказать, а что такое обводный или обводной канал? Правильно сказать обводный, говорят, что обводный канал был построен при Петре для того, чтобы соединить Неву и Финский залив, для того, чтобы отвести воду, которая идет по Неве, чтобы освободить дельту Невы от наводнений. Я понял, а наводнения часто бывали раньше в Петербурге? И раньше и теперь бывают, но благодаря защитным сооружениям дамба мы избавили город от этой беды. А почему в Санкт-Петербурге я вот не вижу таких волнорезов, например, как в Кенигсберге? Почему их нету? Я не бывал в Кенигсберге и мне кажется, что просто залив не глубокий, во-первых, здесь нет такой волны. Нет, мне кажется. А во-вторых, все-таки дамба, она защищает. Теперь, а дамбу бьются волны. Мишаня, а вы на дамбе бывали, ребята? Нет, я не бывал. А давай, может, на дамбу, а? Давай в Кронштадт. Кронштадт! Кронштадт моя мечта. Поехали в Кронштадт. Вообще круто, я же туда все время хотел попасть. Поехали, как раз по этому самому, по дамбе и посмотрим на защитное сооружение и все увидим своими глазами. Да, еще хотел вам задать один вопрос, Сергей. Что вы можете рассказать про Канонерский остров? Я вот знаю, там все время затопления какие-то раньше были. Я много про него читал. В народе его называют Канары. А, Канары, даже так. Да, в народе его называют Канары. Затопление. А раньше весь город топило. Раньше же топило весь город. Ну, у нас в Варле тоже АК поднимается, но не настолько. Нет, здесь поднимается так, что эркерные этажи раньше топило. Вот здесь в центре города эркерные этажи топило. Я так понимаю, раньше вообще цокольных этажей здесь не было. Они были? Были. Были, но топило. После войны очень много зданий разрушили, и поэтому подвалы тоже обживали. Здесь жили, собственно говоря, те, кто кому нужно, предоставляли жилье. Итак, ребята, смотрите, это полуденная пушка. В 12 часов джентльмены пьют виски. Дамы пьют молоко. Конечно. В 12 часов она полила, и все джентльмены шли в бары. И вот, дорогие друзья, мы подошли к одной из важнейших достопримечательностей города Кронштадта – Петровский док. Первый сухой док, который построил Петр Первый. По этому каналу сюда заходили в док. То есть, короче, туда проходили? Створ закрывался, и вода оттуда спускалась. И сюда оставались стоять для ремонта. В центре Кронштадта был выкопан котлован глубже уровня воды. Корабль заходил, и вода спускалась, и он уходил в котлован. А оттуда уже люди насосами перекачивали воду обратно в заливку. Ребят, мы сейчас находимся в Кронштадте. Сергей вот нам дает небольшой ликбез, поэтому Кронштадт – это великая тема. Здесь был кронштадтский мятеж. Здесь суперемонтная версия балтийского фонда. Вот Сергей говорит, сейчас мимо Салтатским казарм мы пойдем. Пацаны, смотрите, покажи, облака низкие и низкие. Очень здесь красиво. Я бы здесь жил бы, наверное. Каждый день мы выходим из меня, чай кормить. Ребята, когда была блокада Ленинграда, жители Санкт-Петербурга, по-русскому Ленинграда, спасались только благодаря вот этой маленькой рыбешке, колюшке, которой здесь установлен памятник. Даже есть вот памятная табличка. Вот эта рыбка маленькая помогла всем выжить. Ну вот, ребята, мы пришли к морскому собору. Сергей, расскажите, пожалуйста, что это такое? Морской собор был построен во времена, если я не ошибаюсь, императора Николая II, для того, чтобы чтить память морякам. Основной святой, естественно, Николай II, потому что он помогает странствующим, собственно говоря, обездоленным. И морякам отреставрирован совсем недавно. Рекомендую посетить его. Выполнен изумительно. Мозаичка. Очень, очень крутой. А вы здесь участник какой-то принимали? Маленечко. А что делали, мозаику? Мозаичку, да, восстанавливали мозаичку. Покажете? Покажу, конечно. Вот здесь не видно, обойдем, если с торцов собора надписи восстанавливали. Хорошо, понял. А там какие надписи? А я не знаю. Не, ну такое, блин, фундаментальное здание, блин, вообще. Раньше купол собора был покрыт медью. А сейчас фусальным золотом? И со временем ее, не знаю, чем сейчас, честное слово. Сейчас ее просто хорошенечко почистили. А раньше медью был покрыт. И медь со временем приобрела цвет морской волны, собственно говоря, в чем была. Да ладно? Да. Он все время был голубого цвета. Охренеть. Совсем недавно его сделали блестящим. Пойдемте зайдем внутрь. Пойдем. Висят. Да. Это морской храм. Здесь всем усопшим морякам воздают хлаву. О, страшно. О, страшно. КОНЕЦ. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо Сергею, что нас сводил в такое место значимое... Да, вот Андреевские флаги висят... Я сейчас нахожусь на фоне великолепного мозаичного полотна... Как шведы преклоняют свои колени нашему Петру Первому... И несут свои дары и своими шапочками перьевыми... Вот так вот размахит... А Петр Первый важный стоит, как ногой, как топнул... Блядь, а эти гниды все вот так вот, как собаки, сука... Блядь, мелкопокосные... Обратите внимание... Вот это я понимаю... Фраер козырный... И звезда на нем блестит... А эти только шапочками размахивают... Вот так вот надо, пацаны, держать мазь... Так... Рассказывайте дальше... А вот это, собственно говоря, то и ради чего мы сюда пришли... Вот в этот водоем... И стекала вода, когда закрывался створ Петровского сухого дока... Вода через этот канал просто стекала в резервуар... Откуда... Откуда она... После... Насосами... Вот насосная станция на том берегу... Обратно выкачивалась в Финский залив... Здесь уровень воды гораздо ниже, чем уровень воды в Финском заливе... А вот... Солнце над морем хлебовое... Тело наше блестное плевое... Смиративы все, как севские... Львам не понять, на что скинье... Кружечки в небе белые... В буйту парни смелые... Платом и матом ученые... Малтирскими штаммами просоленые... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok